После выборов 13 сентября состав Совета депутатов Самарского района обновился наполовину. 9 из 20 народных избранников вновь попали в Совет. Татьяна Санникова – одна из тех, кому жители снова оказали свое доверие. Рассказывает, за предыдущие 5 лет удалось не раз помочь людям. Директор колледжа сервисных технологий и дизайна уверена, что и нынешний состав будет работать на пользу жителям. Достаточно много удалось сделать вместе с администрацией района и очень много планов, которые мы в течение 5 лет запланировали, продвинулись ко многим шагам. Но я уверена, что и в этом составе мы будем жить дружно все, потому что здесь нет никаких и не должно быть личных амбиций. Здесь нужна работа плодотворная, ежедневная, ежечасная, потому что задач очень много. Председателем Совета депутатов Самарского района 2-го созыва избрана Ольга Цибарева, директор 63-й школы. Она и живет, и работает на территории района, а потому, признается, чувствует особую ответственность за все решения, которые будет принимать совет. Ольга уже готова помогать своим соседям. Да, конечно, и во время избирательной кампании жители обращались с определенными просьбами, с определенными замечаниями, жалобами. Этот пакет собран, мы с ним работаем. Уже в ближайшее время будут проходить советы, на которые будут приниматься решения, именно непосредственно важные для жителей нашего района. На первом заседании Совета депутаты выбрали и тех, кто будет делегирован в Городскую думу. Это Сергей Рязанов и Олеся Дворцова. Также были сформированы составы пяти комитетов по бюджету, имуществу, местному самоуправлению, социальной и контрольной. И выбраны их председатели. Кроме того, депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самарского внутригородского района, которая состоится 15 октября. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.